Крым и Донбасс это две абсолютно противоположных ситуации. Их ни в коем случае нельзя ровнять. Они развиваются абсолютно по-разному. Что произошло на административной границе Крыма? Произошла стандартная ротация войск. Одна батальонная тактическая группа сменила другую. Если я не ошибаюсь, по-моему, 11-я СМБР из-под города Ростова заступила на дежурство по охране, как они уже считают, государственной границей Российской Федерации. Для того, чтобы не было кучи свидетелей и народу, который видит скопление войск в поле, которые ждут. Одни должны сняться с позиций, другие должны зайти на эти позиции. Была устроена провокация возле российских оборонительных сооружений со стрельбой. Они сказали, что якобы прорыв нашей диверсионной разведывательной группы на территорию Крыма, попытка прорыва. Соответственно, в связи с этим закрываются все переходы, убираются все лишние свидетели. Меняются две батальонные группы. Одна заходит, другая уходит. Кстати, Александр Турчинов даже поймал этот момент, сказал, что в поле стоит куча военной техники. Вот это стояла очередная группа, которая должна была зайти на позиции. После того, как смена войск на позициях была произведена, переходы открыли и движение возобновилось. То есть, по сути, рутинная операция, которая была в каких-то далекоидычных последствиях. С точки зрения военной, она проведена, вот в этом надо отдать должное России, она проведена, была очень красиво. Убрали всех свидетелей, тихонечко поменяли войска на боевом дежурстве и дальше продолжили работать. Продолжение следует...